Войска 3-го Украинского фронта Сегодня, 10 апреля, в результате умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой, овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одесса! Вознаменование одержанной победы в соединении части наиболее отличившейся в боях за освобождение Одессы представить присвоению наименования одесских и к награждению орденами! Эти исторические кадры я видел много раз. Не перестаю смотреть на них захватывающим меня волнением. Какие замечательные люди жили в то время. Они не ждали для себя никаких привилегий, кроме одной – права защищать Родину. Возможно, нам в должной мере не оценить их порыв, героизм и мужество. Многое изменилось с той далекой поры. Но я хочу настроиться на ту волну. Представить, какой она была, эта горькая наука войны. Да более ощутимо предеют ряды участников тех событий. Время не щадить никого, даже переживших смерть на поле брани. Сегодня участниками нашего фильма будут гости из прошлого. Они-то и расскажут, какой она была, эта война. Весна 1944 года. Наши войска вышли на государственную границу СССР с Румынией. Тогда газета «Правда» писала. Вот она, перед нами. Долгожданная, трижды желанная государственная граница нашей Родины. 33 месяца назад попранная врагом. Здравствуй, рубеж родной земли. С этого времени наступление наших войск шло безостановочно. Вся одесская операция, отмечал маршал Советского Союза Василий Иванович Чайков, несомненно вошла в историю как одна из самых блестящих. Несколько армий действовали в одном ритме, в одном темпе, каждая на своем участке, решая свою задачу. Гитлеровское командование придавало важное значение удержанию Черноморского побережья в районе Одессы. На всех рубежах гитлеровцы подготовили глубокие траншеи, подступы к Телегульскому лиману заминировали, все три моста через лиман взорвали. Как форсировались лиманы, реки, речушки, можно понять по одному из донесений в штаб 3-го Украинского фронта. Чтобы овладеть населенным пунктом Степановка, передовые части 30-й гвардейской дивизии под огнем противника продолжали преследовать врага, не имея возможности обогреться и обсушиться. Но никто ни слова не сказал об этом. Все рвались вперед, наперекор природе и врагу. Воины знали, что каждый день промедления это сотни убитых и тысячи угнанных в неволю мирных жителей. Трудно что-либо добавить к этому документу. Может быть только то, что таких преград на пути освободителей было не с честь. Остался ли жив тот тяжелораненый боец? Пощадила ли его война? Узнать нам так и не удалось. Но мы знаем точно, что фактов высокого патриотизма и мужества в боях за освобождение Одессы было множество. Не перестаю удивляться выносливости наших дедов и прадедов. Погодные условия, конечно, были ужасные. Ну, что вам сказать, наши орудия мы тащили на валах и на лошадях. По колено была грязь. Колея была по колено тоже. Солдаты шли только так. Я танкист. Наши танки не могли идти по дорогам. Они только шли по целинам. И то очень трудно. Артиллерия, снаряды в артиллерию передавались из рук в руки, потому что транспорт не мог их подвозить. Напряженной была и работал саперов. Под постоянным обстрелом артиллерии и штурмовой авиации врага им нужно было строить мосты для переправки тяжелой техники и воинских соединений. И совсем не случайно Василий Иванович Чуйков благодарил за всестороннюю помощь наступающим войскам. В то весну генерал Чуйков командовал гвардейской армией. Той самой армией, которая разгромила немцев под Сталинградом. С упорством сражались его гвардейцы в боях за Одессу. Им по-прежнему противостояла 6-я немецкая армия, которую Гитлер возродил с целью отомщения. В состав ее входили отборные войска СС, от которых фюрер требовал реванша. И вот эта 6-я армия мстителей Германская как раз и призвана была не дать возможности заходить в Одессу. Она здесь, эти ССС и Главорезы, все здесь сосредоточились для того, чтобы не дать освободительность. Вот в этих условиях войска поднимались для того, чтобы даже эту, уже новую армию мстителей разгромить и освободить. Делом чести гвардейцев было вновь скрестить оружие и разгромить давнего врага уже у стен города, который первым остановил неприятельские полчища в самом начале войны. Метким огнем разили врага артиллеристы капитана Агрикова. 24-летний командир дивизиона уже имел немалый боевой опыт. При защите Сталинграда его батарея, поставив орудие на прямую наводку, уничтожило 12 танков противника. Мы форсировали Ингул, форсировали разлившийся Ингулец, форсировали разлившийся Южный Буг, освободили Вознесенск и шли к намеченной цели к освобождению Огессы. Нас вел сюда земляк одесситов, сам одессит, родившийся в Одессе, Родион Яковлевич Малиновский, командующий Третьим Украинским фронтом. Нам было тяжело, но у нас была цель, и мы ее достигли, несмотря ни на что. Воевали хорошо ли, плохо ли, пусть потомки спорят горячо, на такую силищу разгрохали, развернувшись в полное плечо. Добавить что-либо к увиденному или услышанному нечего. Может быть, только задать один вопрос, вырвется ли слово упрека в адрес наших героических предков, усомнится ли кто-либо в их преданности и любви к Родине. В числе особо отличившихся в Одесской операции была конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Александровича Плиева. В нее входили прославленные казачьи дивизии. В тяжелых условиях распутицы, бездорожья. Они внезапными ударами прорывали фронт противника, громили вражеские войска в глубоком тылу, вызывая страх и панику. И, казалось, не было никакой силы, которая могла бы остановить этот порыв. Но командующий требовал еще большего увеличения темпа наступления. В директиве указывалось, вам надлежит путем решительного броска к исходу 3 апреля овладеть раздельной. Скупые строки приказа. Но выполнить этот приказ было не так просто. Раздельная являлась важнейшим перекрестком железных дорог. Захватить ее значило закрыть наглухо все движение по железной дороге, не дать противнику возможность эвакуации своих войск. Это понимал и противник. И уже принял все меры, чтобы драться за раздельную до последнего, с упорством обреченных. Тем временем, в группе Плиева до раздельной оставалось всего 6-7 километров. Но каких километров? Дороги превратились из плохих в непроходимые. На исходе было горючее и продовольствие. Беспрерывные, изнурительные бои в конец измотали воинов. Третьего числа ночью мы подошли к раздельной. Плиев, командующий конно-механизированной группы, Исаак Александрович Плиев, решил выслать разведку в раздельную. Вызвали меня и еще 16 разведчиков. Я был, как всегда, в гражданской форме. И сказали, ребята, пробьетесь в раздельную под ночь, вечером под ночь, и посмотрите, какие там укрепления, какие эти. Хотели переночевать, а утром штурмовать в раздельную. По воспоминаниям очевидцев, Плиев тогда рассуждал так, чтобы удержать подготовленный рубеж, противник может подтянуть силы из глубин и призвать на помощь авиации. Надо опередить врага. Если мы сегодня не захватим раздельную, завтра нам ее нельзя. Раздельную будем брать ночью. И вот, превосмогая усталость, он отдает команду своему адъютанту. Семимида, ко мне, пожалуйста, коня. И передай командирам готовиться к атаке, в атаку поведу войска лично. Застучала морзянка, а через несколько минут по солдатской цепи катилась. В атаку ведет сам генерал, а это значит, надо опрокинуть противника или с достоинством убереть. И вот внезапный удар. Немцы, конечно, были шокированы. Они выскакивали с вагонов. Ну, вы же представляете себе, когда такая паника. Они не поймут, откуда все это. Орудия бьют, танки бьют. Значит, конники уже начали носиться по этому самому, по станционным путям. В нем уже было закончено бою в раздельном. Там громадное количество трофеев было на железнодорожных путях. Составы стояли. На железнодорожных, рядом с железнодорожными путями повозки, танки. Все это пытались, видно, вывезти оттуда. Так, по-видимому. Но погрузить не успели. И, конечно, все это досталось как трофеи нашей армии. Во второй половине дня город был полностью очищен от вражеских войск. На какое-то время стихла автоматная стрельба, а из штаба на ПО-2 прилетел офицер связи и доставил секретные документы, среди которых была записка, написанная торопливым почерком командующего фронтом. «Иса Александрович, прошу вас, не приказываю, а прошу, очень прошу, захватить в исправности водонапорную станцию в Беляевке, не дать возможности врагу овладеть ею». Малиновский, 4 апреля 44-го года. Вот как этот бой вспоминает генерал Плиев. Разведчики, переплыв в ледяной воде Днестр, проникли во двор станции, сняли охрану и быстро заняли круговую оборону. На территории станции разгорелся бой. На помощь разведчикам подоспели части кавалерийской дивизии и танкисты. Водонапорная станция была спасена. А тем временем враг с упорством обреченных рвался к Днестру. Огромное пространство в районе Беляевки, Маяк и Аведиополя превратилось в поле ожесточенного сражения. Каждый командир стремился со своими подчиненными войти в Одессу первым. Мечтал об этом и одессит. Командир дивизиона Катюш, капитан Василий Георгиевич Пештерев. Войсками Третьего Украинского фронта в ту пору командовал генерал армии Родион Яковлевич Малиновский. В болгарских хутора там был его полевой пункт управления войсками. Собрал всех артиллеристов, собрал авиаторов и так грозным матом выразился по отношению к присутствующим, что если кто-нибудь посмеет пустить по Одессе хоть один снаряд, хоть одну бомбу, лично сам расстреляю за это. У нас есть данные, что Одесса уже готова к взрыву. И поэтому освобождать Одессу будем вместе с пехотой, вместе с самоходками, пулеметчики пойдут, автоматчики пойдут и будем очищать Одессу. Родион Яковлевич Малиновский, человек удивительной судьбы, прошедший путь от солдата до маршала. Военные пути дороги привели его спустя годы в родные края, к родному сердцу городу. А южные степи, охваченные пожарами не затухавших сражений, имели какой-то грозный и зловещий вид. Довелось хлебнуть горе всем, от солдата до генерала. Боеспособность полков удерживалась только благодаря отваге и мужеству воинов-освободителей. 8 апреля на имя генерала Плиева была получена телеграмма представителя Ставки. Ваша дальнейшая задача внезапной атакой с тыла овладеть Одессой. С приближением наших войск к Одессе враг бушевал. В городе, по сведениям разведки, немцы взрывали склады с боеприпасами, поджигали нефтебазы, расстреливали заключенных в тюрьмах подпольщиков и военнопленных партизан. Немцы бушевали с такой силой, они издевались как только могли. Людей они вталкивали в подвалы, обливали бензином, газом травили. Это было очень страшно. На улицу нам не разрешали выходить. Нас запирали на ворота, запирали на замок, чтобы мы не могли выходить. Если кто-то выходил на улицу, то расстреливали мгновенно. И вот к нам во двор, мы жили тогда на Бебеле 19, немцы привезли две бочки бензина. Они хотели нас сжечь. Вытащили пистолеты и размахивали перед нашими лицами. Сказали, чтобы мы встали к стенке лицом и руки подняли вверх. Мы, честно говоря, страшно перепугались, потому что думали, что нас сейчас всех перестреляют. Но спасибо нашим авиациям. Даешь Одессу был главный лозунг атакующих в те дни. Казалось, не было этих пройденных с боями 300 километров по охваченным пожарами южным степям. Не было бессонных ночей и сложных условий распутицы. На исходные позиции дивизии бригады выходили без передышки из одного боя в другой. До Одессы оставались считанные километры. Но их еще нужно было пройти. Из воспоминаний Иса Александровича Плиева. Настал долгожданный момент штурма Одессы. Я отдал приказ всем подготовиться к атаке. Знаменосцы вперед приказал я. Этой атаки не забыть никогда. Плиев бросил в атаку всех. Все движимое и штабы и повара и писаря и оперативники и разведчики и три дивизии. А что такое три дивизии? Дивизии были за этот рейд уничтожены на 70%. Вот эти три дивизии как три полка наступали. Все наступали были наступления в конном строю. С криком с умом и ура это были потери что там говорить? Далее Иса Александрович пишет Поле боя расстилалось передо мной как на ладони. Впереди с ревом окутанные дымом мчались танки. За ними рассыпавшись лавой летели казаки. Шашки сверкали над заломленными кубанками и бились трепетали на ветру овеянные славой прострелянные пулями боевые гвардейские знамена под которыми и смерть не страшна. Что сказать патетично но это писал не поэт не литератор а суровый и закаленный в боях офицер. Писал эти строки генерал-лейтенант Плиев когда ему было уже 73 года. Родился Иса Александрович в Северной Осетии в семье бедняка. Здесь в предгорьях Кавказа прошли его детство и юность закалились воля и характер. Славный сын осетинского народа прошел путь от солдата до генерала армии и громил врага под Москвой под Сталинградом. Особо важную роль соединения генерала Плиева сыграли в боях за освобождение юга Украины весной 1944 года. Многие кубанцы в тех трудных боях проявили себя бесстрашными бойцами. Все мы были представлены к наградам. А Плиев меня лично наградил орденом Красной Звезды. Это с тех пор, видите. Почему лично у него был всего один орден? Вот так вот, вы понимаете как? В ту далекую весну Толе Волченко исполнилось 14 лет. Он был сыном полка и служил в разведвзводе. Плиев высоко ценил храбрость юного разведчика и парень всегда оправдывал это доверие. Дерзко и смело выходя из самых невероятных ситуаций, в которых может оказаться только разведка. А ведь он был моложе меня всего на 6 лет. Жаркими были схватки и во фронтовом небе Одессы. На помощь нашим наступающим войскам приходили авиаторы 17-й воздушной армии, одного из прославленных объединений ВВС. летчики наносили удары по опорным пунктам противника, подходящим колоннам, морским транспортным средствам. В условиях весенней распутицы на бреющем полете пилоты сбрасывали войскам патроны, продовольствие и бочки с горючим для танков. И это было настоящим спасением для войск. В боях за освобождение Одессы высокого звания Героя Советского Союза был удостоен старший лейтенант Иван Сергеевич Улитин, у которого было 10 сбитых вражеских самолетов. С ним в паре летал очень молодой наш летчик, только, значит, он вышел, как говорят, в летную стихию, вот, и ему стало завидно, что Улитин, командир эскадрелизм, сбил два самолета, а он не одного. И решил, значит, попросить у него разрешение, значит, чтобы он ему дал возможность сбить тоже немцам. Ну, Улитин говорит, давай, это по рации было все разговор. Давай, иди. И, значит, он зашел и начал немцу в хвост заходить. А в это время к нему, к этому молодому летчику немец второй, значит, подошел и тоже хотел его сбить. Улитин видит такое дело, значит, и пошел на спасение своего товарища. На фронте во всех войсках тогда действовал девиз «Сам погибай, а товарища выручай». мы переживали это страшно. И вот до сих пор вспоминаем и так, ну, как бы сказать, легко переносить не можем. пять героев пожертвовали своей жизнью, приближая тем самым освобождение города. Летчики сражались дерзко и мужественно. У каждого из них на боевом счету было более десяти вражеских самолетов. Ту памятную весну страна узнала еще об одном подвиге. Его совершил красноармеец Яков Синев, сельский паренек из-под Тамбова. Перед нашими войсками расстилался последний городской рубеж обороны противника. Были построены железобетонные доты и дзоты. Просветным утром девятого апреля наши бойцы поднялись в атаку, но были встречены огнем противника. Атака захлебнулась. Бойцы лежали прижатые к земле. Не прекращал строчить вражеский пулемет. Яков в несколько прыжков достиг амбразуры и закрыл ее своим телом, повторив подвиг Александра Матросова. О чем думал он, Яша Синев, мой ровесник? Те короткие секунды о славе, о подвиге, о долге. Задумывался ли он, какое великое дело он совершает, спасая десятки жизней своих боевых товарищей? Мы не узнаем об этом никогда. Звание Героя Советского Союза рядовой Синев получил посмертно. Но война она и есть война. В боях за Одессу войска Третьего Украинского фронта потеряли сотни бесстрашных, замечательных, прекрасных бойцов и командиров. Если бы поставить все памятники в честь погибших воинов-освободителей, они бы заняли все обозримое вокруг пространства, так как подвиги совершались на каждом шагу. Я это точно знаю. Говорят, можно помнить только то, что пережил. Я не был на войне, но мне кажется, что я помню Яшу. Я знал его. Я его знаю. И героев не счесть, и подвигов не счесть, и что земля эта обильно полита кровью дедов и прадедов не просто слова. Это реалия той далекой весны, весны освобождения. В ночь с 9 на 10 апреля на улицах Одессы гремели бои. Было такое впечатление, что города нет. Блики огня были на волнах залива. Дым город сожжен. После этого мы двинулись в сторону Пересыпи, и когда подошли к Пересыпским мостам, дальше продвигаться было невозможно. Откуда-то сверху это вечер 9 апреля. Били пулеметы, и невозможно было прорваться. Тогда командир дивизии гвардии генерал-майор Илья Иванович Швыгин организовал группу разведчиков, которую повел в порт. И где-то к двум часам ночи территория порта была освобождена от фашистов. Взято было много пленных, трофеев, ну это уж подробности военные. Понимаете, сколько бы я не говорила об освободителях, я не смогу это передать словами. И никто не сможет это описать. Это нужно пропустить только через себя. Они были пыльные, грязные, мы их целовали, мы их обнимали. У нас не было много денег, но те деньги, которые у нас были, мы собирали, мы покупали булочки, мы покупали сигареты, мы покупали папиросы. Нам казалось, что они идут голодными, и они действительно шли голодные. И нам было радостно, мы абсолютно все, что у нас было, мы отдали. Потому что мы были настолько рады их свободы, мы так ждали эту свободу. Лично я говорила, я буду мыть туалеты. Я буду целовать их следы, но только пусть освободят. Вы знаете, улицы как будто по мгновению какого-то волшебника наполнились людьми, появились столы, скатерты накрыты. Видимо, население на этот случай берегло что только могло для того, чтобы достойно встретить наших бойцов. Где-то откуда-то взялась музыка, патефоны, граммфоны, кто-то играет, пересмотрелся слепой один на баяне играет. танцы, танцуют. Я такого веселья и такого скопления людей, такой встречи с нашими бойцами населения Одессы я не видел больше и по сегодняшний день изумлен тем, что происходило. Это был очень и очень памятный день. 27 соединений и частей, наиболее отличившихся при освобождении города были удостоены наименования одесских. Но уже на следующий день, 11 апреля, воины прощались с Одессой и, как клятва завещания, прозвучали тогда на митинге слова «Мы покидаем тебя, наш незабываемый город, но ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь второй нашей кровной родиной. пусть земля твоя вечно хранит память о тех, кто сложил головы за твое освобождение и чей прах покоится здесь». Трудно что-либо добавить к этому завещанию. Где найти те высокие слова, которых достойны наши деды и прадеды? Не те, которые мы говорим в предпраздничной суете, в торопях. Где взять новые? А может быть просто сказать два слова «Мы помним». В условиях приближенных к боевым шли в атаку внуки и правнуки фронтовиков. Конечно, это не настоящая война, и противник тоже условный. Но этот показательный бой дал ребятам ощутить тот патриотический порыв, который был свойственен поколению, пошедшему в историю как героическое. И уже стало доброй традицией на месте исторических боев в знаменательные для Одессы дни проводить военные реконструкции. Здесь, на полях былых сражений, можно попытаться ответить только на один вопрос. А я бы лег на пулемет, когда бы вышел мой черед, а смог бы я, как тот солдат, под танк со связкой гранат. Смогут ли потомки подхватить эстафету героических дел старшего поколения? На это может дать ответ только время и обстоятельства. Нам завещано многое и совсем малое помнить и чтить. Да будет благодарность потомков всем им, прошедшим суровые дороги войны, всем тем, кто стал памятниками на далеких и близких рубежах отчизны и тем, кто дожил до наших дней. Все они достойны вечного уважения и памяти своих наследников не на годы, на века. Память она действенна, зовущая, если понадобится к защите отечества. И может быть, из этого понимания рождается сложнейшее из человеческих чувств – чувство любви к Родине. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.